Дорогие, добрый вечер, мы снова с вами, Александр и Ирина. И мы продолжаем каноническую, в синодальном переводе. И сегодня мы продолжим первую книгу про Липоменон, 22 глава. И сказал Давид, вот дом Господа Бога, и вот жертвы для всесожжения Израиля. И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения Дома Божия. И множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связи заготовил Давид. И множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что седоняне и те, и они поставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид, самому молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду их заготавливать для него. И заготовил Давид до смерти своей много. И призвал Соломона, сына своего, и завещал он построить Дом Господа Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону, Сын, у меня было на сердце построить Дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне и сказано, Ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить Дома имени моему, потому что пролил много крови на земле перед лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю в одни него. Он построит Дом имени моему, и он будет не сыном, а я ему отцом. И утвержу престол царства его над Израилем вовек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил Дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем. И соблюди закон Господа Бога твоего. Когда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедовал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для Дома Господня сто тысяч талантов золота, и тысячу талантов, и тысячу тысяч талантов серебра. А меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих, и каменотесов, и резчиков, и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золото, серебру, и меди, и железу нет счета. Начни и делай, «Господь будет с тобою». И завещал Давид всем князям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог, наждавший вам покой со всех сторон? Потому что он предал в руки мои жителей земли, и покорила земля пред Господом, и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше, и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте, и постройте святилища Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый именем Господнем. Глава 23. Давид, состарившись и нашесытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона и собрал всех князей израилевых и священников, и левитов. И исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Из них назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи. Песцов же и судей в 6 тысяч. И 4 тысячи привратников, и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия, Герсону, Каафу и Мирари, из Герсонян, Лаидан и Шемей. Сыновья Лаидана, первые Иехил, Зефан и Аиль троя. Сыновья Шемея, Шаламир, Хазиил и Гаран троя. Они главы поколений Лаидановых. Еще сыновья Шемея и Ахаф, Эзиза и Уш и Берия. Это сыновья Шемея и Четвера. И Ахаф был главным, Зиза вторым, Иуш и Бериям и Мили. А детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа, Амрам, Итгар, Хеврон, Азиил четверо. Сыновья Амрама, Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко святому святых, он и сыновья его на веки, чтобы совершать курение пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его на веки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к Калину Левиину. Сыновья Моисея, Герсон и Елизер. Сыновья Герсона, первый был Шевуил. Сыновья Елизера, были первые Рахавия. И не было у Елизера других сыновей. У Рахавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара, первый Шаламив. Сыновья Хеврона, первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, и четвертый Иекамам. Сыновья Азиила, первый Миха, второй Ишия. Сыновья Мирарин, Махли и Муши. Сыновья Махли, Елизер и Кис. Умер Елизер, и не было у него сыновей, а только дочери и взяли их за себя сыновья Киса, братья их. Сыновья Муши, Махли, Едер и Елизер, и не было у него семейства по именному исчислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем от двадцати лет и выше. Ибо Давид сказал, Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скинью во всякие вещи ее для служения в ней. Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от двадцати лет и выше, чтобы они прибыли при сынах Аарону и для служения Дому Господним во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища, для исполнения всякой службы при Доме Божьем, для наблюдения за хлебами, предложения и пшеничной мукой, для хлебного приношения и пресными лепешками, запеченными, жаренными, и за всякую меру и весом. И чтобы остановились каждое утро, благодарите и слава словить Господа, также и вечером. И при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячие и в праздники по числу, как предписано о них, постоянно перед лицом Господа и чтобы охранялись кинью откровения и святилища и сынов Аароновых братьев их при службах Дому Господним. Глава 24 И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона, Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар, Надав и Авиуд, умерли, прежде отца своего, сыновей же не было у них. И потому священствовали и Елеазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока и сыновей Елеазара и Ахимелеха и сыновей Ифамара поочередно на службу их. И настрой, что между сынами Елеазара глав поколений более между и между сынами Ифамара. И он распределил их так. И сынов Елеазара 16 глав семейств, а и сынов Ифамара 8. Распределял же их по жребиям, потому что главными в Исвятилище и главными пред Богом были и сынов Елеазара и сынов Ифамара. И записывал их Шимая, сын Нафанаила, писец из Левитов, предлецом царя и князей и предсвященником Садоком и Эхимелехом сыном Авиафара и предглавами семейств священнических и левицких. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова. И вышел первое жребие Иегейраиву, второй Иедаи, третий Хариму, четвертый Сеариму, пятый Малхию, шестой Миямину, седьмой Гокотцу, восьмой Ави, девятый Иешую, десятый Шахани, одиннадцатый Геляшаву, двенадцатый Иакиму, тринадцатый Хушаю, четвернадцатый Иешиваву, пятнадцатый Вилге, шестнадцатый Эмеру, семнадцатый Хизиру, восемнадцатый Гапицецу, девятнадцатый Петахии, двадцатый Иезкиилю, двадцать первые Иахину, двадцать второй Гамуу, двадцать третий Делайи, двадцать четвертые Мазии. Вот порядок их прислужения их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона отца их, как заповедован Господь Бог Израилев. У прочих сыновей Левия распределение из сынов Арама, Шуваил, из сынов Шуваила и Еди, от Рихавии, из сынов Рихавии и Ишея был первый, от Ицгара Шеломов, из сыновей Шеломофа и Ахав, из сыновей Хеврона первой Иерия, второй Амалия, третий и Хазиил, четвертый и Каман, из сыновей Азиила Миха, из сыновей Михи Шамир, Хария, сыновья Мерари Махли и Муши, из сыновей Иазии и Бено, из сыновей Мерари у Иазии Бено и Шега, из Акур и Иври, у Махли и Леазар у него сыновей не было, у Кисы из сыновей Киса и Рахамиил, сыновья Муши Махли, Эдер и Ерамов, вот сыновья Левитов по поколениям их, бросали и они жребны, наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми перед лицом царя Давида и Садока и Хмелеха и глав семей священнических и Левитских глава семейства наравне с меньшим братом своим. Глава 25 отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа Имана и Едифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтиях и кембалах и были отчислены они на дело служения своего сыновей Асафа Закур Иосиф Нефания и Ашарела а сыновья Асафа под руководством Асафа игравшего по наставлению царя от Идифуна сыновья Идифуна Гидалия Цеви Исаия семей Хошавия Матафия Шестера под руководством отца своего Идифуна игравшего на цитрах и хвалу Господа от Ямана сыновья Ямана Гуки Матфания Азиил Шивуил Иеремов Ханания Ханани Еляфа Гидалти Роман Тизер Иошбика Аша Малоф и Гафир и Махази А все эти сыновья Ямана прозорли царского по словам Божьим чтобы возвышать славу его и дал Бог Яману четырнадцать сыновей и трех дочерей сеть под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами псалтиями и цитрами служение в доме Божьем по указанию царя Идифуна и Ямана и было число их с братьями их обрученную петь пред Господом всех знающих жребий о череде служения малый наравне с большим учителем наравне с учениками и вышел первый жребий Асафу для Иосифа второй Гидалии с братьями его и сыновьями его их было двенадцать третий Закуру с сыновьями его и братьями его их двенадцать четвертый Итрию с сыновьями его и братьями его их двенадцать пятый Нафани с сыновьями его и братьями его их двенадцать шестой Буки с сыновьями его и братьями его Их двенадцать. Пятнадцатый. 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 9-й для 9-го месяца Авейзер Анафофианин из сыновей Вениаминовых и в его отделении 24 тысячи. 10-й для 10-го месяца Магарай Нитафофианин из племени Зары и в его отделении 24 тысячи. 11-й для 11-го месяца Ванея Перафонянин из сынов Ефремовых и в его отделении 24 тысячи. 12-й для 12-го месяца Хилдай Нитафофианин из потоков Гафаниила и в его отделении 24 тысячи. А над коленами Израилевым у Рубльнян главным начальником был Елизер, сын Зихви, у Симеона Сафатия, сын Маахи, у Левия Хашавия, сын Кемуила, у Аарона Садок, у Иуда Еляф из братьев Давида, у Иссахара Омри, сын Михаила, у Завулона Ишмая, сын Авадии, у Нефалима и Еремов, сын Азриила, у сынов Ефремовых Осия, сын Азазии, у Полукалена Монасина и Аиль, сын Афидаи, Полукалена Монасии в Галааде, Ида, сын Захарии, у Вениамина Исаия, сын Авернира, у Дана Азариил, сын Иерахама, вот вожди колен Израилю. Давид не делал счисления тех, которые были от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что он умножит Израиля, как звезды небесные. И Аф, сын Царуи, начал делать счисления, но не закончил, и был за это гнев Божий на Израиле, и не вошло в то счисление в лепто без царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмовев, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах, и в селах, и в башнях, и Анафан, сын Узии. Над занимающимися полевыми работами земледением Езри, сын Хилова. Над виноградниками Шемей из Рамы, а над запасами вина виноградника Завдий из Шифама. Над маслинами смоковницами в долине Баалханан и Гидеритянин, а над запасами деревянного масла Иаз. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне, Шитрай Ашаронянин, а над скотом в долинах Шафат из Адлая. Над верблюдами Авил Исмолитянин, над наследцами Иегде Мерафинянин. Над мелким скотом Иазис Гаритянин, все эти были начальниками по имениям, которое было у царя Давида. И Анафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и песец. Ихил, сын Хохманиев, был при сыновьях царя. Ахитофил был софейником царя, Хусей Архитянин другом царя. После же Ахитофила Иадай, сын Ваней и Ариафар, и Иав был начальником у царя. Глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю. И тысячи начальников, и станчальников, и заведовавших всем имением и стадами царя, и сыновей его съемныхами, военачальников и всех храбрых мужей. И стал давить царя на ноги свои, и сказал, послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у него на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня, и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне, не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилем меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего. А из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. И всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона сына моего, сидя на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне, Соломон сын твой построит дом мой, и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сегодня. И теперь пред очами всего Израиля, собрание Господней и в уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держите всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам всею добрую землею, и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи ему от сего сердца и от сей души. Ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, то оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И отдал, Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега. И чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц Дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левицких отделений, и всякого служебного дела в Доме Господнем, и всех служебных сосудов Дома Господня, золотых вещей с значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных с значением веса для всякого из сосудов служебных. И дал золото для светильников из золотых лампат и их с означением веса каждого из светильников и лампат его. Также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампат его, смотря по служебному назначению каждого светильника. И золото для столов предложения хлебов для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд с означением веса каждого блюда, и серебряных блюд с означением веса каждого блюда, и для жертвенника курения из литого золота с означением веса, и устройства колесницы с золотыми хирургами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня. Все сие в письмени от Господа говорил Давид, как он разумил меня на все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону, будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою, Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь все дела, требуемого для Дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при Доме Божьем. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания. Глава двадцать девятый. И вот у меня сокровища собственные из золота и серебра, и его я отдаю для Дома Бога моего сверх всего, что я заготовил для Святого Дома. Три тысячи талантов золота, золота афирского, и семь тысячи талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей и для каждой из серебрятых, и для всякого изделия рук художнических. Но не поусердствует ли еще кто жертвует сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилев, и начальники тысяч, и сотен, и начальники над именеми царя. И дали на устроение Дома Божия пять тысяч талантов, и десять тысяч драхм золота, и серебра десять тысяч талантов, и меди восемнадцать тысяч талантов, и железа сто тысяч талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали их сокровищницу Дома Господня на руки Ихиливу Герсонитянину. И радовался народ усердив их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред сердцебранием, и сказал Давид, Благословен ты, Господи, Божий Израиль, Отца нашего, от века и до века, Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем. И в руке Твоей сила, и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать. Но от Тебя все, и от руки Твоей полученной мы отдали Тебе. Потому что странники мы пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши. Как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи, Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, и святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистое сердечие. И я от чистого сердца моего пожертвовал все сие. И ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи, Боже Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших, сохрани это навек, это расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломон уже, сын моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои, уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию, благословите Господа, Бога нашего. И благословило все собрание Господа, Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и Царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу. На другой день после этого тысячу цельцов, тысячу овнов, тысячу ангцев с их возлияниями, и множество жертв от всего Израиля, и ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правительство Верховного Осадокова священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники, и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю. И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царю Израиля. И Давид, сын Есеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. И воцарился Соломон, сын его вместо него. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца. Равны все царствования его, и мужества его, и происшествия, случившиеся с ним, и с Израилем, и со всеми земными царствами. Вторая книга про Алипоминон, или хроник, первая глава. И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем. И Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко. И пригазал Соломон собраться всему Израилю, тысяченачальникам, истоначальникам, и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там было Божие искение собрания, которое устроил Моисей, раб Господний в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кириаф и Арима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него Скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал, веселил сын Урия, сына Ог-Орова, оставался там, пред Скинию Господнюю. Изыскал он Соломон собранием. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред Скинию собрания, вознес Соломон тысячу сесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, проси, что мне дать тебе. И сказал Соломон Богу, ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Божий, слово Твое к Давиду, отцу моему, так как ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной. То ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом всем и входить. Ибо кто может управлять всем народом твоим великим? И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знания даются тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у цари прежде тебя и не будет после тебя. И пришел Соломон с высоты, чтоб гавауне от скини собрание в Иерусалим и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. И он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценным сикамором, которое на низких местах. Коней Соломона приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница получаемая и доставляемая была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хитейским и царям арамейским. Глава 2. И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И числил Соломон 70 тысяч носильщиков, 80 тысяч каменосеков в горах и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон к храму царю Тирскому сказать. А как поступал ты с Давидом отцом моим и присылал мою кедры на построение дома для его жительства, так поступи и со мною. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения Ему, чтобы возжигать перед Ним благовонное курение, представлять в постоянных хлеб и предложениях и возносить там все сожжения утром и вечером, в субботы и в новомесячие и в праздники Господа Бога нашего, что всегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его, и кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицом его? И так пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, из серебра, из меди, из железа, из пряжи пурпурого, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезать резную работу вместе с художниками, которые есть у меня в Иудее и в Юрусалиме, которых приготовил Давид отец мой. И пришли мне кедровых дерев и кипарису, и пигуанного дерева из Сливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские, и вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам рубить дерева рабам твоим, и отдаю в пищу пшеницы двадцать тысяч коров, ячменью двадцать тысяч коров, и вина двадцать тысяч батов, и оливкового масла двадцать тысяч батов. И отвечал Хирам цартирским письмом, которое прислал к Соломону по любви к народу, то своему Господь поставил себя царем над ними. И еще сказал Хирам. Погринеться и вырезать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему, вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. Пшеницу, ячмен, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим деревьев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их на плотах по морю в Яфу, и ты отвезешь их в Иерусалим. И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их сделанного Давидом, отцом его, и нашлось их сто пятьдесят три тысячи шестьсот. И сделал он из них семьдесят тысяч насильщиков и восемьдесят тысяч каменосеков на горах и три тысячи шестьсот надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Глава третья. И начал Соломон строить дом Господний в Иерусалиме на горе Мариа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Иерусианина. Начав же он строить второй день второго месяца, четвертый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном при строении дома Божия, длина его шестьдесят локтей, по-прежней мере, а ширина двадцать локтей. И притвор, который перед домом, длиною по ширине дома в двадцать локтей, а вышиною во сто двадцать. И обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым, и обложил его лучшим золотом. И выделил на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парвоимское. И покрыл дом бревна, пороги и стены его, и двери его золотом. И вырезал на стенах херувимов. И сделал святое святых. Длина его по ширине дома в двадцать локтей, и ширина его в двадцать локтей. И покрыл его лучшим золотом на шестьсот талантов. В гвоздях весу до пятидесяти сиклей золота. Горница та же покрыл золотом. И сделал он во святом святых. Двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиною были в двадцать локтей. Одно крыло в пять локтей касало стены дома. А другое крыло в пять же локтей сходило с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в пять локтей касало стены дома. А другое крыло в пять локтей сходило с крылом другого херувима. Крылья сикхерувимов были распростерты на двадцать локтей. И они стояли на ногах своих, лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной тканей, и из висона, и изобразил на ней херувимов. И сделал пред храмом два столба, длиною по 35 локтей, и копитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как в святилище, и положил наверху столбу. И сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки. И поставил столбы пред храмом. Один по правую сторону, другой по левую. И дал имя правому Иохин, а левому имя Волаз. Глава 4. И сделал медной жертвой их 20 локтей ширина его, и 20 локтей ширина его, длина его. И 10 локтей вышина его. И сделал море литое, от края его до края его в 10 локтей. Все круглое вышиной в 5 локтей. И с нурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом два ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах. Три глядели к северу, и три глядели к западу, и три глядели к югу, и три глядели к востоку. И море на них сверху. Зады же были обращены, а внутрь под него. Толщиной оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 омывальниц, и поставил 5 по правую сторону, и 5 по левую, чтобы омывать в них, приготовляемое ко всесожжению омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону, и 5 по левую, и сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону, и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор, и большой двор, и двери к двору, и верея их обложил медью. Море поставил на правой стороне, к юго-востоку, и сделал хирам тазы, лопатки и чаши, и окончил хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божьем. Два столба и две опояски венцов наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на главе столбов. И 400 гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах, одно море, и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их. Сделал Хирам Ави царю Соломону для Дома Господня из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь и в глинистой земле между Саккуфом и Царидою. Сделал Соломон все вещи сей в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для Дома Божия и золотой жертвенники столы, на которых ему предложение, и цветинки, и лопады их, чтобы возжигать их по уставу перед Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота из самого чистого золота, и ножи, и крапельницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутреннего святой святых, и двери храма во святилище из золота. Глава 5. И окончилась работа, которую производил Соломон для Дома Господня, и принес Соломон, посвященный Давидом, отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищницы Дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения корчега Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрали к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты их взяли ковчег, и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилева, собравшиеся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и валов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег Завета Господня на место его, вдовир храма, во святое святых под крыльями херувимов. И херувими распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувими ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестого ковчега видны были пред довером, но не выказались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которых положил Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевы, происходя их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия от делов. И левиты певцы, все они, то есть Асав, Иман, Идифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон с кембалами, и с псалтырями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника. И с ними сто двадцать священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и словословию Господа. И когда загремел звук труб, и кембалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость его, тогда дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Глава шестая. И тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать в Амгле, а я построен дом жилища тебе вместо места для вечного обитания твоего. И обратился царь лицом своим, и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло, и сказал, благословен Господь, Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду отцу моему, исполнил ныне рукою своей. Он говорил, с того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилев для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. И было на сердце у Давида отца моего построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако ж не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чрез твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место Давида отца моего и воссел на престоле Израилевым, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчев, в котором завет Господа заключенный им, сыновьями Израилевыми. И стал Соломону жертвника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои. Ибо Соломон сделал медный амвон длиной в пять локтей, шириной в пять локтей и вышиной в три локтя, и поставил его среди двора. И стал на нем и преклонил колено впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу. И сказал, Господи, Боже Израилев, нет Бога подобного тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь заветы милость к рабам твоим, ходящим пред тобой и всем сердцем своим. Ты исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, что ты говорил ему. Что изрек ты устами твоими, то в день тебе исполнил рукой твоей. И ныне, Господи, Боже Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что ты сказал ему. Говоря, не прекратится у тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевым, если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как ты ходил предо мною. И ныне, Господи, Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду. Поистине, Богу лежит с человеками на земле, если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой, услышь во звании молитву, которую раб твой молится пред тобою, да будут отчи твои отверстия на храм сей днем и ночью и на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте этом. Услышь моления раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте этом. Услышь с места обитания твоего с небес, услышь и помилуй, когда кто совершит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме сей. Тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай право о воздах ему по правде его, когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобою в храме этом. Тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их, когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте этом и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их. Тогда ты услышишь с неба и прости грех рабов твоей и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследии, голод ли будет на земле, будет ли язва моровая, будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь, будут ли теснить его неприятели его на земле, владения его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа из твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие, свои горе, свои прострут руки, свои храмы этому, ты услышишь с неба, с места обитания твоего, и прости и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим, даже и на племени, которые не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого, и руки твоей могущественной, и мышцы твои простертые, и придет и будет молиться у храма сего, ты услышишь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе и на племенник, чтобы все народы земли узнали имя твое, и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом сей, который построил я, когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу, сему, который избрал ты, и храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитвы их и прошения их, и сделай, что потребно для них, когда они согрешат перед тобой, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагу, и отведу их пленившей в их землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе, в земле пленения своего, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны, и обратятся к тебе всем сердцем своим, и всей душой своей, в земле пленения своего, куда отведут их плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, Тогда услышь с неба, с места обитания твоего молитвы их и прошения их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, о чем согрешил он перед тобою. Боже мой, да будут очи твои отверстия и уши твои внимательны к молитве на месте этом. И ныне, Господи Боже, встань на место покоя твоего ты и ковчег могущества твоего. Священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника твоего, помяни милости к Давиду, рабу твоему. Глава 7. Когда окончил со мной молитву, сошел огонь с неба и поглотился сожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь, и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост и поклонились. И слава словили Господа, ибо он благ и поварит милость его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломону жертву двадцать, две тысячи валов и сто двадцать тысяч овец. Так осветили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечно милость его, так как Давид слава словил через них. Священники же трубили пред ним, и весь Израиль стоял. Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред домом Господним, ибо принес там всесожжение и тук мирных жертв. Так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжение и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним. Собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Ямов до реки Египетской. А в день восьмой сделали празднество, ибо освящение жертвенника совершали семь дней, и праздник семь дней. И в двадцать третий день седьмого месяца царь отпустил народ шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему. И окончил Соломон дом Господень и дом царский. И все, что предположил Соломон, сердце своим сделал в доме Господнем, и в доме своем совершил он успешно. И явился Господь Соломону ночью, и сказал ему, я услышал молитву твою, и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если поведюся раньше поедать землю, или пошлю муровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверстия, и уши мои внимательны к молитве на месте семь. И ныне я избрал и осветил дом сей, чтобы и имя мое было там вовеки, и очи мои, и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным, и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего, и сделаю его притчу и посмешищем у всех народов. И о храме всем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил-то Господь с землей сей и с храмом сей. И скажут за то, что они оставили Господа Бога отцов своих, которым вывел их из земли египетские, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им. Зато он навел на них все это бедствие. Глава 8. По окончании двадцати лет, в которой Соломон строил дом Господен и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону и храм, и поселил в них сынов Израилев. И пошел Соломон на Ямавсува и взял его. И построил он Фадморо в пустыне и все города для запасов, какие основал Ямафи. Он обстроил Вифарон, верхний и Вифарон нижний, города, укрепленные со стенами, воротами и запорами. И Ваалаф, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хитеев, амореев, феерезеев, и веев и иусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, оставшихся после них, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброченными до сего дня. Сыны уже Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками силохранителей его, и вождями колесниц его, и всадников его. И было главных представников царя Соломона, управляющих народом, 250. И дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господен. Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу на жертвенника Господнем, которому он устроил предпритвор, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисеевы в субботы и в новомесячи, и в праздники три раза в год, в праздник опресноков, в праздник седьмит и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида отца своего череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они словословили и служили при священниках по уставу каждого дня и при вратниках по чередам их каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божий. И не отступали от повелений царя о священниках и левитов ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова, а дня с основания Дома Господня до несовершенного окончания его Дома Господня. Тогда пошел Соломон в Яцион-Гавер и в Елав, который на берегу моря к земле Идумейской, и прислал ему хирам через слуг своих кораблей и рабов, знающих море, и отправились они со слугами Соломоновым в Афир, и добыли оттуда 450 талантов золота и пересели царю Соломону. Глава девятая. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим, с весьма большим богатством и сверблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, и было, что было на сердце у нее. И объяснил Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господний. И была она вне себя. И сказала царю, верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот, мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой в царя у Господа Бога твоего, по любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки. Он поставил тебя царем над ним, творит суд и правду. И подарила она царю 120 талантов, золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирамовой, и слуги Соломоновой, которые привезли золото из Афира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры, и псалтыри для певцов. И не видно было подобного всему прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу золотя, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того, что послы и купцы приносили, а все цари арабийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 ситлей кованого золота пошло на каждый щит. И 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 ситлей золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. И 6 ступеней к престолу, и золотое подножие, и престолу приделанное. И локотники по обе стороны у места сидения, и двух львов, стоящих возле локотников. И еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота. И все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро в одни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в форси с слугами хирама. И в три года раз возвращались корабли из форсица. И привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые и одежды, оружие и благовоние коней и лошаков из года в год. И было у Соломона четыре тысячи стоил для коней и колесниц и двенадцать тысяч всадников. И он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями, от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал он царь серебром в Иерусалиме равноценным простому камню. А кедры, по их множеству, сделал равноценными сикаморами, которые на низких местах. Коней приводили Соломоны из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии силам Лянина. И в видениях прозорвлится Иаиле о Иеравааме сыне Наватовым. Царству же Соломон в Иерусалиме над тем Израилем сорок лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида отца его, и воцарился Раваам сын его вместо него. Друзья, слава Господу за то, что еще один час прошел, и мы еще больше углубились в священное писание. Большое вам спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы присылаете свои комментарии, вдохновение, поддержку. Для нас это очень важно и приятно. И слава Богу, что мы вместе можем вникать в Слово Божие. Если Бог позволит и живы будем, то завтра в 10 часов вечера по восточно-американскому времени мы снова соберемся на этом месте, чтобы читать Слово Божие. Храни вас Бог, и пусть все у вас будет с Божьей помощью хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok